Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Решили приготовить сегодня куриные наггетсы. Нет, вообще-то на канале есть пара роликов с наггетсами, но там я их готовил из цельных кусочков и куриной грудки. А сегодня собираюсь приготовить из фарша, приготовленный из куриных бедер. И определиться, какой из вариантов мне понравится больше, потому что с одной стороны сок в цельных кусочках мяса удерживается лучше, а с другой стороны мне мясо бедер нравится больше. Да и всякого разного можно фарш напихать для сохранения сочности. Короче, попробую. Чтобы проще мясо измельчалось, нарежу его кусочками. Измельчать буду в кухонном комбайне. Можно и мясорубкой воспользоваться, но комбайн мыть проще. И немного пожужжать. Для формовки использую одноразовые кондитерские мешки с Алиэкспресса. Если забуду, напомните, ссылочку в описании повешу. Фарш сейчас достаточно пластичный, поэтому нужно минут на 20-30 в морозилку убрать наггетсы, чтобы чуть-чуть схватились. Полчаса прошло, можно продолжать. Сначала в крахмал, у меня кукурузный, затем в яйца, затем уже в сухари. Субтитры сделал DimaTorzok Готовить их надо во фритюре. Температура 160-180 градусов. Как зарумянится, так значит и готовы. И вот так по частям все и обжариваю. Вы видите, какая сырная тягучая начинка. Знаете, я по сочности разницы с теми наггетсами, которые я раньше показывал, то есть с нарезанными кусочками, большой разницы не вижу. Но вкус гораздо богаче. И не за счет сыра. Хотя сыр, конечно, тоже влияет, естественно. За счет того, что здесь в фарше присутствует чеснок, лук, перец, соль. Вкус получается более яркий. Слушайте, прям классно. Да, немножко больше возни с приготовлением таких наггетсов, но оно оправданное, считаю. Классно. Так что готовьте. И напишите, что вы думаете по поводу этих наггетсов. Огромное спасибо за компанию, за лайки. Если что-то не понравилось, спинюрите смело дизлайк. Всем пока.